Важнейший этап возведения православного храма всех святых, расположенного на территории ритуальной компании Евросервис. На здании церкви установили позолоченный купол. Сложная в технологическом плане операция завершилась успешно. Сопровождалась молебном, а церковь, даже с еще не законченной отделкой, приобрела очертания настоящего храма. Напомним, он возводится из именных кирпичиков. Что это такое и почему это важно? В репортаже Игоря Гурьянова. Во-вторых, это просто красиво. А когда купол на земле, еще и необычно, ближайшая аналогия – лодка на земле, как бы не на месте. Погоду специально не заказывали, но сверху видно все. И к началу сложнейшие технологические и возвышенные духовно процедуры приступали под ярким солнцем с бодрящим ветерком, который заставлял нервничать строителей, но помогал внимать молитвенным песнопением, процесс сопровождавшим. Крест, которым через мгновение увенчают купол, был полноправным участником молебна. Главный, пожалуй, самый сильный атрибут православной веры, о значении которого собравшимся напомнил епископ Магнитогорский и Верхнеуральский владыка Зосима. Это завершающая фаза, когда здание церковное венчается куполом, над которым водружен крест животворящий. Это знамение того, что основная работа проделана. Прежде всего, конечно, работа духовная, потому что если не будет духовной составляющей, то никакие стены не устоят. Во все времена продолжал священнослужитель, дом для Бога, так еще называют церкви в православии, строят люди. И у этого храма, строительство которого началось три года назад на площадках компании Евросервис, есть идейный вдохновитель и генератор. Это Евгений Могулевцев, без мощной энергии которого здесь так бы и была пустая поляна, заросшая бурьяном забвением. Прошло три непростых года, непростых и для страны, непростых и для Евгения Анатольевича лично, но человек не оставил свою затею, человек помнил о данном им слове и сегодняшнее событие, свидетельство того, что его слово чего-то стоит. Идея возведения храма и планы создания компании Евросервис шли параллельными курсами. И в самых первых репортажах о начале работы Евросервиса мы говорили о храме в будущем времени. Уже тогда, зная наверняка, работа компании будет организована вокруг храма. Не географически, еще на заре компании было решено. Миссия Евросервиса – возрождение православных традиций при погребении. И этому пути и Могулевцев, и его сотрудники следуют неукоснительно. Работы еще много, еще внутренняя отделка, еще установка иконостаса, стены. Сейчас только сделали фасад и подняли стены. Весь храм построен на именных кирпичиках. Это люди, которые захоранивались через нашу компанию. У нас наша цель, наша задача – возродить православные традиции. Во всей их традиции глубине или высоте, в контексте того, что вы видите на своих экранах, редчайшее зрелище – летающий храмовый купол. Взлетают купола не чаще, чем строятся православные храмы. Зазор между кирпичным основанием и золотом купола становится все уже, пока не исчезает совсем. Купол установлен и будет венчать храм всех святых до тех пор, пока стоит храм. Иными словами, всегда. Игорь Гурьянов, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. Игорь Гурьянов, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.